всем привет вы на канале чихуа хуа и питбуль хотел бы поделиться своим мнением о такой породе как американский питбультерьер не поделиться рассказать вообще как что и почем познакомил с этой породой году короче у знакомого была сука двух годовал и я ее забрал потом она была уже воспитана с характером рабочего разведения вот ну и решил я ее повязать и оставить от нее щенка 2005 родился щенок точнее щенки родились и оставил от нее себе кобеля лера нельзя брось вот был он рабочего разведения тоже отец не рабочий и я решил из нее сделать рабочего кобеля прожил у меня конечно недолго вот пять лет десять месяцев мира колечко утраты мне далось тяжело потому что с самого первого дня он у меня был я решил воспитывать конечно много трудов усилий было потрачено на него что воспитать дать достойную собаку чтобы короче на людей у него было 0 агрессии за агрессия была очень сильно потому что сам понимать и будет был рабочий спустя 12 лет нашей семье появилась такая замечательная девочка вот суть историк чему я все клоню кто вообще не сталкивался никогда с такой породой вот я думаю это и лично сугубо моем мнении лучше не заводить хотя надо малейшее представлять какое-то понимание этой породе это чешка наши на потом отдельно они историю скажу продавалась она на авито долго мы женой не решались но и и присматривали так созванивался я с ее хозяин как бы сказать хозяин он не должен пробыла две недели вот причина какого продажа была это ученка сказать так же будем хоть так хозяин бывшие и купил ее москве вот мечтал всю жизнь о питбулле питбулле никогда вообще не видел живу и не представлял что это за породы как снять работать и воспитывать в семье маленькие дети 3 давала сами понимаете щенок полтора месяца ему все интересно ему надо погрызть покусать но через это он сами понимаете что каждая собака на вкус все пробует детстве как и ребенок только не дети руками зубы зубы и ртом но эти чисто зубами вот она начала прикусывать и вот у вас что на выручки сожрет забрали на ней было три как бы проплешина но от жвачки вот дети на нее жвачки цепляли ну ка приехали смотреть там женой стало жалко ее как бы им не были ну смотря какие руки попадет она мы вот решили женой ее забрать но это вообще жена захотел я хотел вот эту пацану купить чешку девочку вот так как у нас точнее да всеми когда мужчина женились не был мопс мопс умерут через 40 дней так получилось по стечении обстоятельств мы взяли этот красивый девчуля кто хочет дальнейшем или за глазки завести такую породу подумайте стоит ли она вам мы взяли из того что у него просто много свободного времени и каждый день мы с ней занимаемся и развиваемся вот не просто питание с детства нравились так как они сильные энергичные собаки с ними надо постоянно заниматься себя в тонусе держать но за месяц что мы с ней занимаемся гуляем я уже скинул 6 килограмм людям спортивным подойдет такая собака мы и взяли для души во первых и будем ее готовить большому спорту еще раз повторюсь родители мы не видели даже не сами что из нее выросли но для трех месяцев мы конечно уже но что умеем я добился не а если что ну в кинологом мы раз занимались ну как занимались я ездил подкорректировать чтобы она послушание выдержку не было и послушания потому что питбурю без выдержки никуда ходим уже бесплатка по своему микро и мы в польской области живем города алексин гуляем у по микро и не бесплатка как бы знакомимся с собаками людям я хочу чтобы она вообще была ноль агрессии собакам тоже любым животным хочется чтобы не было ноль за агрессии ну не знаю получит воспитать конечно или нет это все зависит 50 на 50 лет меня и от нее вот мы будем за агрессию по любому подавлять потому что я уже не хочу работать в пикболе потому что рабочий питбурь хороший это писец просто я знаю по себе металл был кабель кабель чисто на собак работал любая собака маленькая большая раб ну все ему надо было с ним уже драться вот суку я еще раз повторю до этого брал большую уже 2 давала то было к людям тоже 0 агрессии но любое животное в поле зрения это все команда нельзя не понимала вообще ей просто надо было ее убить кобель как бы редко когда никогда молодой был года полтора-два вообще тоже не слушал ему надо было догнать и и разорвать вот не управляем после двух лет он начал как бы уже иногда уже останавливаться но не всегда пускать муж осудит меня что типа дать изверх я там собаку такую на бои ставил но сами понимаете есть бойцы тоже боксеры все это не поставили мы чисто по правилам вот в ринге дрались никаких до конца там чтобы собаку покалечить такого не было собака работала всегда чисто только по спорту по такому так что кто хочет такую собаку берите но сперва надо подумать 10 раз чем заводить петбурь это очень большая ответственность до лера воспитанный девочку не растешь лера сидеть молодец голос сидеть давай зайку не сидеть зайка давай зайки ай молодец эти мои сладкие могу рассказать про чешку как я чешку чешку это моя собака его зовут рокки ему два с половиной года дарка то сидеть мальчик сидеть молодец брали мы у знакомый заводчицы в алексине дарка то где мы санкройки ну все хорош дать я поснимаю мальчик раки сидеть мальчик замечательный воспитываю его сам единственное что он у меня выставочный я на выставке с ним ездию ч а чему я все это такая короче мы пришли к мнению хотел я всю жизнь петболе еще раз повторюсь а правда всю жизнь хотела петбуля вот актишки как пришел уже на его еще раз был моб старенький я и все на уши садился ход до петболе заведем полин давай поищем хорошего питабры это хорошие породы умные сильно лично варим не ходишь будет как не заниматься но она боялась так как петбульк серьезный собака она может щенком покрыть типа там ему обижать а он старенький типа но я буду ладно нормально все будет только главную правильно воспитать нет я говорю давай да у меня такую мелочь хору заведем чешку вот я с него хоть заниматься буду вырос парень конечно достойно и у нас да не похвадай прыжок об молодец продумал команда но я бы как я его не готовил суп рамот на послушание прям четко ну так ко мне сидеть там попрошайку а попрошайка драки давай попрошайку дай попрошайку дай попрошайку у нас так честно на позитиве чеки парень вот выставочный у нас кобель он с родословной имеет ни одно потомство вот скинул их мы занимались раз пять наверно это ну чтоб кустки подготовить потому что сами понимать просто после питбуле вот такую мелочь заводить это писяц я доволен тоже кобель хороший правда еврей с девочкой он вообще считая в контрах держит ее постоянно расстояние ей же хочется беситься поиграть а парень то у нас серьезный уже вот как бы пока на расстоянии вот ну вместе всегда гуляем вот всегда тоже на позитиве начали он как говорит вот так что такие вот у нас семье две собаки растут старый капа это попрошайка да ты попрошайка да я проси не спроси проси ой ты мой гость будешь конечно он любит сюси-пуси прям собственным сюси-пуси мася молоча да ты такой вот такой нежненький парень нежный парень зато такой зашкирку берешь и все да молодец вот так так вот он любит точнее не любит привычку злюки-калюки кому было полезно это видео ну как всегда все говорят пишем комментарии ставим лайки все доброго мы развиваемся будем готовиться большому спорту вот думаю в года полтора будем ездить уже заниматься точнее заниматься принимать участие в спорте вот кушаем и натуралку считай мясо каждый день вот плюс еще до году будем кормить проял канином с этим кормом фишку не росла на сухом вот недолго правда нет это мелко я не надо же украинка за палки пилорам три месяца уже жавольники начали появляться кости мы телячий каждый день грызем не знаю конечно правильно неправильно но творог только домашний из-под коров натуральный покупаем молоко тоже надо даем корове настоящее так что все доброго до свидания до новых встреч